Друзья, всем привет! Спасибо, что в очередной раз заглянули на мой канал, особенно, как всегда, приветствую своих подписчиков. Привет в отражении, да. Значит, а в этом видео мы с вами рассмотрим сетап или биос, как его некоторые называют, у ноутбука Xiaomi Mi Notebook Air 12,5 дюймов. Так, давайте его включаем. Нажимаем при загрузке F2 и попадаем, собственно говоря, в наш рассматриваемый сетап или он же биос. Так, здесь у нас вертикальная панель, соответственно, Main Menu, Security, Power Boot, Exit. Есть пояснение к кнопкам управления. F1 это у нас Help, Escape, Выход, Exit, Select это, ну, понятно, переход по пунктам меню вверх-вниз. Здесь боковые стрелки вправо-влево, то есть переход между разделами. F5, F6, Изменение значений. Enter это Select или Вход в субменю. F9 это сброс на Setup Default, то есть настройки по умолчанию сетапа. И F10 это, соответственно, сохраняем настройки и выходим на перезагрузку. Так, ну, давайте пробежимся. Что у нас здесь есть? Product Name TM1607, серийный номер, BIOS-версия, EC-версия, процессор Type мы видим Intel Core M3, 7Y30, CPU 1 ГГц, System Memory Speed 1867 МГц, общая память 4 ГБ, ну и жесткий диск от Samsung, соответственно, с номером модели. Так, следующий пункт меню я спускаюсь в клавиши вниз. Это у нас Security. Здесь можно установить пароль супервизора или юзера на сетап. Так, пароль можно поставить на включение компьютера. Так, Security Boot Mode включается. И возможность стереть все Secure Boot Kays'ы наши. Так, следующий раздел это у нас Power. Здесь мы определяем режим включения по нажатию на клавиатуре. Panel Open Wake Up и S3 USB Power. Здесь три режима настраиваются. Ну, у меня они все включены по умолчанию. Дальше идет раздел Boot. Boot Mode UEFI. Вот, достаточно любопытный момент. То есть, здесь у нас поддержатся UEFI Boot Mode и Legacy Boot Mode. Так, USB Boot. То есть, загрузка с USB устройств. Ну, либо включена, либо выключена. И Boot Device Order. То есть, здесь мы можем определить, если устройства загрузочных несколько, можем определить порядок загрузки с этих устройств. Ну, и, собственно говоря, выход из меню с сохранением настроек, без сохранения настроек, загрузка оптимальных настроек и отмена всех изменений, которые мы делали. Так. Вот, в принципе, такой достаточно простой интерфейс сетапа. Ничего здесь особо сложного нет, но он немножко особенный, то есть, разработанный самой компанией Xiaomi. Поэтому я и решил записать отдельное видео, где показываю его особенности. Все, вот на этом я, наверное, буду заканчивать. Если у вас остались вопросы по сетапу, конечно же, пишите их в комментарии, но я думаю, здесь особо ни с чем не запутаешься. Вас я хочу поблагодарить за просмотр моего очередного видео. В конце у меня, как всегда, формальности. Те, кто еще не подписался на группы в социальных сетях моего YouTube-канала, сделать это можно по ссылкам в описании. Если вы приобретаете что-либо на просторах интернета, то не забывайте обязательно использовать кэшбэк-сервисы. Те кэшбэк-сервисы, которые использую я и рекомендую. Ссылка на них в описании к видео. А если вы считаете, что мой канал заслуживает небольшой поддержки, то свои 5 копеек бросаем по самой нижней ссылке в описании. Все, друзья, всем удачи. Пока.